Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Александр Вейс, которого отвергла Ольга Рапунцель, не оставляет попыток завоевать её благосклонность. Парень раскошелился и подарил Ольге шубу. Дима подал в суд на Ольгу за то, что она взяла подарок. Но в итоге его самого отправили в изолятор на двое суток за то, что он мешает отношениям Александра и Ольге. Дима пишет «Оля, когда ты всё поймёшь, меня уже не будет рядом. Почему девушки не ценят то, что имеют, а начинают ценить, когда потеряют?» Оля Жемчугова рассказала о том, что в своём родном городе Братске она была очень популярна. «В Москве меня приглашают в клуб и просят пропиарить их в соцсетях. Я не думала, что такое есть и в Братске. Подружки мои порой бесились, потому что мне там вообще не было прохода. Все хотели со мной сфотографироваться. Я не отказывала, потому что неудобно. Андрей Чуев показал дома, которые он строит. Многим интересно, что же там у меня на стройке. Выкладываю нарезку от 25 сентября». Состоялись съёмки ток-шоу «Остров любви». Стало известно имя новой служанки. Четырём девушкам-служанкам, главная из которых Рита Керн, присоединилась пятая служанка – это Лиза Полыгалова. Катя Кауфман прилетает с островов на поляну. Участники считают, что это просто провокация для Винцеслава. После того, как Ира Пинчук изменила Ване Барзикову Саши Задойновым, а затем и объявила себя с ним парой, отношения между парнями испортились. Барзиков пишет, «Саша переступил через нашу дружбу и сделал это намеренно, я считаю, ради миллиона. Он сделал всё, чтобы убрать нашу пару и сильную конкуренцию. За месяц, который мы находились на острове, он не проявлял никакой симпатии и интереса по отношению к Ире. И сегодня у нас была жёсткая драка. Наверное, много людей меня осудят после этого. Но, друзья, как бы вы поступили, если б ваш друг отбил у тебя девушку?» На днях Бородиной пришлось обсуждать размеры мужского достоинства Валеры Блеменкранца. Повод поговорить об этом дала Тата Абрамсон. Она пожаловалась на плохой интим и на скромный размер его мужского достоинства. Ольга Бузова решила ввести в моду грязную одежду. Она показала своим подписчикам фотографию с грязным пятном на платье. Она написала, что пролив на платье сок случайно придумала новый стиль. Николай Должанский рассказал о том, что на прошлой неделе был в Минске, и снимался в клипе белорусской певицы. Катя Жужа, которая не так давно сообщала о своей свадьбе с Олегом Винником, перестала выкладывать фотографии с любимым в своём блоге и даже сняла кольцо, которое доставляло ей столько радости. Подписчики сделали вывод, что Олег и Катя расстались так же быстро, как и поженились. Но пока ни сама Жужа, ни её подруга Ксения Бородина не дают никаких официальных подтверждений этим домыслам. Дарья Пынзарь хочет получить второе высшее образование. У меня какая-то тяга к обучению, пишет Даша. В планах получить психологическое образование. Фанаты же посоветовали Даше сначала выучить русский язык, чтобы писать без ошибок. Ранее Даша разместила фото, и в подписи к снимку она допустила ошибку в написании слова ЧУП. Подписчики её блога были шокированы такой неграмотностью. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры дома 2 на телеканале ТНТ.